всем здарова ребятки меня зовут павел это пятая серия прохождения medieval dynasty в этой серии мы попробуем поохотиться откроем сезон охоты так и не понял я напишите пожалуйста если еще не сделали этого когда у нас краденые предметы перестают быть краденными вообще сейчас я вот пока что включу и этот худ как он на интерфейс открываем сундук сложим вообще все лишнее сюда чтобы не маячила перед глазами пока не разобрался вообще с этим всем делом перемещения мотыга нам не нужна пока что топор оставляем молоток стрелы стрелы лук сумка сумка из одежды ничего зверобой 5 штук нафиг потом высадим его в горшки блин да давайте прям сейчас вы высадим в горшки льняная ткань шерстяная нить а то я что-то все вот по ночам отбегал понабрал у бедных селян всякого разного а теперь не знаю что с этим делать а сколько стоит железная мотыга стоит три сотни ничего себе сумки тоже неплохо стоят и нити шерстяные блин интересные дела короче сейчас возьмем лук можно несколько стрел три штуки краденых куда-нибудь протерять и и и и и и и и и нам наверное куда-то в эту сторону насколько мне помнится в ранних версиях игры где-то там олени лоси что-то такое там кабаны пока ходил дрова рубил там лис видел посмотрим сейчас посмотрим и как мне еще объяснили тут на карте спаунится случайные вот эти все предметы первой серии что-то подобрал по моему лопату какие-то а вот вот что то есть как раз недалеко от нашего дома деревянная лопата подбираем сундук в нем медную руда и монетки отлично значит поохотимся нам нужно мясо нужно кожа и наверное вторую половину серии уделим тому что проверим что там наши дровосеки на приносили пока что я еще не определился что мы будем делать на продажу но скорее всего наделаем короче кучу мучу прямо тонну этих флаконов продадим их нафиг чтобы купить какой-нибудь нормальный рецепт и посмотрим какая из этого выгода так целимся натягиваем тетиву раз вроде бы хэдшот о мимо две стрелы надо две стрелы и одну я видимо с концами потерял да а ну-ка освежевать ну и вот таким но плюс 3 кожи нормально а мясо сколько 16 единиц мяса так много ну что ж давайте поохотимся так после охоты вернулся короче в поселение во первых попить покушать приготовить еды и увидел слева индикатор то что наши ребятки голодают вдвоем хочу сразу зайти в житницу посмотреть что там с водой поменялось лишь чего-нибудь да нет не особо как было 9 из 10 так и осталось ну ладно сутки еще не прошли сейчас глянем появилось ли что-нибудь вот здесь 21 бревно 22 ветки берем два топора два ведра и 67 дров а я сколько им клал надо будет глянуть пересмотреть короче бревна однозначно забираем знаете что хочу сейчас у него стрелы кончились оказалось что они конечные какие-то ломаются какие-то просто исчезают непонятно куда в общем сколько могу 50 стрел давай все 50 сразу и приготовим похлебку с капусты ну-ка кухня меня пока нет к сожалению можно сразу помыться а что значит лохань сто процентов это значит что там она заполнена на сто процентов или что или чистая на сто процентов а еще вон чё хочу сделать ну-ка фундамент украсить ячейка 1 пусто и зайдем опа к вам домой потому что это дома не часто бываю поселенцы вроде как круглосуточно здесь поэтому моим фундамент украсим ячейка 1 мы видели где ячейка 234 ну вот в четвертой ячейки а вот как она выглядит блин медвежья шкура то классно а третья ячейка это здесь возле входа овчины ковер прям барсучья шкура медвежья шкура это была какая ячейка ну короче вот вторая ячейка о а чё в сундука а ничего дукая так сказал смешно ну-ка идем сюда каменный очаг разогреть котел супы похлебка сколько могу сделать 12 почему потому что упирается в миске мясо позволяет и капуста позволяет давайте 12 делаем я думаю штучек 10 я себе оставлю потому что сейчас пойдем по квесту история добраньеги вот поговорим с надаром и на наверное еще ведро нужно прихватить потому что его час охотился жажда замучилась опа новые науки приходилось он к водоему бегать да кстати сразу одно ведро то заберу а ну-ка об топор надо было сделать сразу на ладно не суть сюда идем делаем деревянная чаша и поскольку он их делает по 5 штук 20 пускай будет если я правильно посчитал до 5 у 4 ну да все правильно 20 назад а уже и вечереет то есть лучше засветло идти это зачем тратить время года да если можно войти разбить там костерок сколько могу могу все 20 отлично делаем надо еще будет засечь и знаете как с какой интенсивностью они вообще кушают едят чтобы соблюсти баланс в будущем чтобы не было избытка пищи чтобы она не портилась интересно этого может будет добиться такого результата идем в житницу сундук открываем и и и и и и еда похлебка добрую половину вам отстегнул хотя зачем себе 10 можно всего оставить ведро с водой на 99 процентов уже не ясно понятно где колодец вот колодец создать ресурс водой бурдюк бы неплохо было бы я могу пить из ведра могу сразу это и сделаю и да а плюс 30 раз два ну еще нет смысла 55 процентов здоровья нехило меня кабан потрепал а что мне нужно съесть подорожник 40 подорожника у меня восстановимся на максимум зверобой 5 штук значит мне нужен раздел мебели декор цветочные горшки у я деревянный вазон больше визуально да чем каменный может быть в нем какие-то кустики уже можно будет высаживать давайте вот возле дома ребятам поставим горшочек я к сожалению на полу тут не могу вы извини пожалуйста как-то вот блин сюда бы факел подошел давайте вот здесь вот им оставим раз возле житницы можно вот такой вот горшочек хотя сюда бы тоже факел подошел а ну тут табличка давайте вот так вот себе нужно у меня есть да у меня есть возле колодца вот так вот камни трачу по 10 до и даже не замечаю раз два три там у нас четыре ну где-нибудь здесь вот пятый и украшаем их все убили на красиво выглядит пускай короче здесь будет ай нам же нужно потратить конкретный зверобой значит вот это мы выбрасываем все и зверобоем высаживаем мы сейчас этот зверобой не краденый подберем обратно зверобой зверобой не проскочила мысль хотел думаю разными цветами украсить но очень хочу от краденого зверобоя избавиться все все 5 до теперь у меня краденого зверобоя нету ну и подбираем значит где он тут взять знаете что хочу посмотреть а блин навыки и технологии в охоте плюс одно очко плюс 5 опыта от охоты нам не надо это на 10 процентов стабильнее прицеливание из дальнобойного оружия на 25 процентов меньше шума при подкрадывании вот я сейчас в приседе ходил не по дому естественно по лесу мне кажется влияет шум потому что мне пришлось изрядно постараться я давно в игру не заходил и дистанция перед животным которую нужно было соблюдать довольно внушительная особенно олени зайца олени пугливые один вообще куда-то убежал за 3 9 земель а зайцы мелкие их не видно короче вот на 25 процентов шума при подкрадывании мы возьмем и следующее вот это я думаю интересная да навык следопыт режим проверки показывают животных вот это точно надо потому что зайцев не видно а тут оказывается еще рыси есть какие-то там лисы вот брасука я видел и их не видно блин они маленькие поэтому пускай будет этот навык как только появится очко сразу потратим а что тут еще есть передвижение крадучись 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 не знаю напишите как правильно быстрее на 10 процентов вот здесь у нас что 15 процентов больше шанса извлечь дополнительные ресурсы полезненько следующий уровень на 5 процентов медленные потери прочности оружия неплохо увеличивает количество ловушек на 1 я ими не пользуюсь этими ловушками а сеть рыболовная считается за ловушку вообще или нет кто-нибудь шарит просто как мне кажется разнообразить пищу рыбой поставить где-нибудь вот тут у нас водоемчик есть поблизости там какие-нибудь ловушки ну смысле сети и периодически собирать улов и делать там конч рыбный пирог не знаю если есть неплохая идея но просто на постоянку рыбу и ловушки тоже как-то не особо полезно мне кажется пока им сторону навык всегда готов следующий уровень на 10 процентов быстрее извлечения лука и зарядка арбалета но арбалет логично предположить дольше заряжается возможно полезный навык но до арбалета мы еще не дошли а это сильная рука во время прицеливания расход выносливости на 10 процентов медленнее надо подумать так ремесло ремесло два очка в ремесле почему их не прокачал я про них забыл что ли так производство мастерской кузнецы быстрее на 25 процентов но пригодится что еще есть строительство на 10 процентов быстрее суммируется до 1 да точно да однозначно слушайте вот эти заборчики которые я строил вокруг наших домиков это конечно то еще приключение вам скажу их намеренно вырезал этот момент потому что это долго и муторно строительство и а теперь второй уровень суммируется до 2 блин хочу конечно да однозначно да но вот эти навыки где они были что ломаются на пять процентов медленнее там оружие инструмент у меня какая мысль то план барабан то основной какой что главный герой построит но в нашем лице вернее в нашем лице наш протеже построит ох как я намудрил то масло масляное получилось мысли излагаю просто четко хочу построить большую деревню и в чем-то сделать ее сама нас самодостаточной настолько чтобы мы смогли какой-то перечень ресурсов эффективно продавать и и тем самым на вырученные от этого деньги закупать то чего нам не хватает и впоследствии если получится если там лимит построек позволяет или игра позволяет сделать деревню самодостаточной во всем а это как я посмотрел там нужно и в сельскую культуру сельскохозяйственной культуры удариться потому что там и мука и яйца нужны и перья и удобрения и все 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 чтобы и пиво нужно будет делать какое-то и руду добывать на инструменты ну короче их очень много всего пока что но мы потихонечку к этому идем но первый план конечно найти тот ресурс который мы будем продавать это в плане деревни а личный план на россии мира это пока что нужно я не знаю сейчас тысячу флаконов скрафчу продам их чтобы первые рецепции схемки открыть а в древе технологии что-то тоже открылась шалаш землекопов это мы с вами по моему смотрели да в прошлой серии что-то появилась рыбацкая хижина большой лук а дальнобойное оружие требует наличия стрел в колчане подходит как для боя так и для охоты ой тут уже и акцент сделан как для боя так и для охоты а обычно лук чего для боя не подходит подходит каменный очаг наконец-то блин его прямо сейчас хочется купить если честно и по весе и разместить вот здесь вот центре у нас деревня так чисто для красоты давайте наверно так сделаем короче каменный очаг а можно ли сделать какой-нибудь колчан вообще здесь это как-то продумано потому что россии мир пока что откуда-то из зоны лопаток своих достает стрелы на это ну как ты такое себе короче неизвестно да надо по магазинам ходить смотреть что тут колчана я не наблюдаю но ей не особо внимательный а вот они еще и сидры тут или пиво вина нормально нормально торговый лоток это то о чем не говорил подписчик это вспомогательная постройка выберите вещи на продажу назначьте работника и деньги потекут ручейком каждой постройке одновременно можно продавать предметы только одного вида ой да ладно то есть это можно будет развернуть целый рыночек небольшой шикардос шикардос хорошо нормально так вечереет сильно-сильно вечереет давайте-ка где тут у нас мебели депор костры смысле схема не разблокирована блин дрова нужно взять 6 штучек не дай 1 2 3 4 5 6 закрываем мебель и декор костры каменный очаг и как вот он входит вот где-нибудь тут вот об центре и разжигаем небольшой свет появился от него да а а если зайдем еще раз в дерево в древо технологий хотелось бы посмотреть где тут факела хотя бы простые стоячий факел вот он а что для него нужно льняная ткань о это роскошь для нас сейчас вы знаете у нас не нити не тканей косу я еще не купил да и рецепт 4 сотки стоит я думаю знаете что мы сейчас бревна которые собрали который нам принес наш дровосек блин как жив зовут-то ингвар запомнить из головы постоянно вылетает тем более тут этот шрифт все сложно мы сейчас вот то что он принес распилим на доске вот и из этих досок сделаем в основном флаконы или что у нас там еще открыто потом ляжем спать и пойдем говорить с надаром в соседнюю деревню новый уровень добычи за это добыча качается одно очко а давайте-ка вот сюда продолжим до однозначно потому что у нас приток уже древесных ресурсов есть а за первыми каменными ресурсами но и за этими рудами мне походу придется самому идти добывать еще надо были на разобраться где здесь шахта потому что в ранних версиях она где-то там в горах чё-то или там еще есть сейчас мне парень написал говорит тому же шахты около пяти не знаю надо все это проверить я куда-то от мастерской ушел заговорился верстак а что мы здесь можем это все из веток это из веток вот это из досок колесо деревянное а я еще и не до него когда луны схемы не разблокирована тоже ветки бревно бревно доска давай на все просто все доски туда нафиг забудем про дощатую крышу это все нам не нужно лаконы золотая жила средневековья лаконы до следующего утра спать где он где тут выход то потерял блин такой туман он то ли рассеивается то ли не рассеивается а ну-ка ох скрип приятный блин вот это продуманный звук вот это мне нравится такая мелочь но приятно это куда пошел от чё работать не идешь в какую сторону до много вопросов и одежда у него простенькая если я им принесу одежда они ее наденут не знаю не знаю давайте где стрел то мои стрелы где 50 стрел экипируем бронзовый топор на двоечку не на троечку вот копье надо на двоечку однозначно сделать и все погнали дальше сейчас идем к нодару а в соседнюю деревню ну как соседнюю 800 метров далеко конечно но тем не менее где тут у нас автобег же был о кайф о остров если добавили всякую фигню по любому на него что-то добавили чуть-нибудь закинули какой-нибудь сундук что-то около того а где нас утки можно же стрелой в утку попасть над попить вон утки охота на уток интересно вот это квест ну-ка лук присядем восстановим свою выносливость подберемся поближе максимально близко пока посмотрим что-то там ничего не видно о по смысле ничего не видно вот это кто такой куда ты полетел подождите а он раздвоился орлан белохвост этаж перьев с него сколько до сколько перед сейчас получим 30 перьев вот как надо перья фармить вот это да а то с этих гнезд блин из деревьев не так уж много и падает у тебя от не учиться селези не него голова зеленая а с первого раза но и где я че он не всплыл вот по каменной стреле будем ориентироваться утка у них еще и под водой физика какая то есть правда у меня дыхание под водой не останавливается ой день не тратится вместе со стрелой моего подняли но мясо с птицей конечно маловато странно что тут нет разделения на птичье мясо и на говядину там свинину и так далее ну меня не обязательно было пять думаю до разновидности мяса делать можно было и одно какое-то чуть короче пустой остров нет на нем нифига обидненько обидненько я думал клад какой-то или что-то около того лопату хотя бы чтобы не пришлось крафтить это и на пнях все лопаты потратил где дорожка на дорожка куда делась тропинка тропинка открыто место обитания звери ястреб а у меня сейчас не развита охота я не могу на нажать на этот вот на alt режим телега мы как он режим не преследование что он режимом смотреть или что-то такое здесь у нас чё лежит пшеница ну пшеница нам нужно чё еще блин ну ветки понятно но помимо пшеница походу ничего кромненько как-то мне так описали то что там типа заходи можно по карте самый первый день круг сделать и вообще потом инструменты не крафтить и что с этой телеги пшеницу нашел стой телеги там где-то в начале мы с вами видели тоже пшеницу нашел окажется и в причинное место попал потом что мы с вами нашли парочку сундуков где была руда и монетки возле сундуков лопаты всегда стояли и при этом кстати ни одной кирки чё там зайца я кажется увидел да блин охота полезное занятие хорошо хоть заяц ваншотается с каменной стрелы а вот у меня их было 50 сколько я сейчас потратил их у меня уже 49 одна сломалась по ходу дела два мяса всего ну мех хоть потихоньку набираем мех продавать что-то не охота писали что мех можно продать но я вот думаю что целесообразней будет сделать из него что-нибудь из предметов одежды и уже их продавать просто если вот чисто сырьем торговать как-то это не не особо выгодно как мне кажется мех дешевый его доставая доставлять смысле добывать только через охотников которых у нас еще пока нет или вручную с другой стороны чё зимой я буду делать ездить продавать да и поохотиться же можно заодно ой а здесь тоже полянка будьте здрасте смотрите какая ровная блин и красивая возле тут мост есть вот тут вот есть открытое место клёво плотва так здесь вот блин я не вижу режим инспектора ничего инспектора точно здесь значит где-то плотва есть мост есть тут есть ну понятно что это вроде перекрестка и хорошая ровное место так ай и там мост и здесь камыши еще о доска берем бочка саженец вишни блин не пришлось покупать в три дорога саженец и дурацкие и семена моркови четыре штуки нормально живем семена моркови тоже полезно саженец вишни захотелось вернуться сразу посадить аж по-любому долго растет и и вот это вот место здесь у нас получается дорога на 1 деревню 2 деревню ближайшая до а что ближе вот так вот идти раз два три да или вот отсюда откуда-нибудь у нас тут денег а рольница к утки там по моему ослы и отсюда через мост где-то же в этом районе вот это не шахта случайно или вот шахта а давайте-ка здесь построимся что-то я передумал насчет этого места по сравнению вот с этим местом здесь вроде не такой большой скат да там же у нас скатик к водоему а здесь она как-то и поровнее вот это хорошо вот это мне нравится интересно что тут по животному ресурсу и что тут могут собирать или найти это понял они здесь есть в доме как их там не хижина собирать или что там травник есть до травушки собирают и по моему охотники собирают всякую фигню типа грибы нам куда нам туда а форель добавили интересно или нет блин плотва серьезно плотва появилась щука на щука и было орланы какие-то золотохвостые вот стрелу потерял нет не потерял разнообразие появилась наконец-то разнообразие я бегу быстрее зайца херовый ты энерджайзер малыш а я херовый стрелок и все она исчезла до короче разнообразие большое мне нравится он извозчик стоит ага управление статус стадия развития лагерь но это нам подходит это нам подходит однозначно мельница раньше здесь не было же мельницы или было я вообще это строение впервые вижу мельница здорово как тебя зовут а ты везде извозчик да с имечком то тени не повезло совсем слушай мне нужно поехать куда-нибудь в гастовию 470 а в пудке 130 ясно его гуддей да взаимненько взаимненько помочь нескольким выполнить несколько заданий для соседей ворона голуби а я если вот голуби здесь убью это как дичь считается или это ваша собственность так это у нас мадам отображается или ребенок олег ребенок олег уши алежа что ты такой какой-то странный в одну точку смотришь все с тобой хорошо хотя бы тоже так странно смотрел если бы возле меня дядька на картах ползал модли бога вот в чем проблему вот есть олег и есть модели бога что за контраст имен такой здравствуйте незнакомец я скитаюсь по долине уже некоторое время в тебе 29 лет ты для жены не подходишь там совсем там россии миру по моему 18 небольшая беседа скажи мне чё по навыкам мне очень нравится выслеживать добычу так ты охотница тушь но у нас же охотница есть одна а ты чё можешь войне и род расскажи мне про свои навыки завоевать доверие других они знают что я трудолюбивый и очень надежный товарищ ты выглядишь как мой дровосек один в один довольно размытое описание навыков если честно да в дипломатии навык коперк который рассказывает про навыки не игровых персонажей мне бы подошел я бы взял это чё ой пардон а это вы торгуете чем-то да ирмина здорово показывай товары навоз мясо корм корм для домашних животных готовится на верстаке в амбаре не забудьте потом насыпать в корыто корыто которая там стоит свинарники это типа туда надо сыпать а короче ирмина я тут подумал подумал и решил у меня есть для тебя куча деревянных флаконов количество 500 штук и бонс это чуть 50 килограмм они весят то есть если бы я играл с конечным весом этот весь объема ты еще пойди привези да а нафиг я с собой вот это все таскаю мне скажет да вот кстати настройка ограниченного веса наверное побуждает игрока сортировки вообще выше вещей и к определению того что ему нужно сейчас собой и того что не нужно если ты не взял чего-то то это твоя ответственность твоя вина иди возвращайся обратно череп оленя пятеру маловато в общем забираю мне все 50 флаконов 500 за 500 флаконов за 750 монет так это вполне себе ребятушки слушайте на флаконах пока что можно сделать первую покупку инструментов и схем неплохо неплохо уже мех продавать не будем период тоже короче давай до свидания где у нас тут парень так как его назар надар 9 метров это ты надар здорово здрасте чем я могу вам помочь спрашивает нас надар на мы ему говорим что нас просили проверить завоз ржи который должен был быть доставлен в гастовию чё там по задержкам надар отвечает что даже в гастовию не доехал и что его это тревожит ну давайте спросим что случилось и надар нам отвечает я вчера отправил одного из работников с посылкой он уже должен был вернуться раньше на этом пути не было никаких сложностей похоже что-то пошло не так ну раз уж я все равно в деле могу попытаться его найти я добрался сюда по дороге из гастовии но может мы где-то разминулись с ним ну да я по тропинке шел очень любезно с нашей стороны помочь надеюсь все будет в порядке говорит нам надар но не будем терять время слушана дар опасная какая-то история а есть тут что-то вроде травника новые задания посыпались где травник то этот мадам рядом что ли ой чё за первая буква си ты у нас что там с правилами английского языка камера получается и ты травник ну да а травники у нас это потребляемых да все эти зелья мне бы зелья так с едой разобрался я сейчас охотиться буду до по пути туда-сюда ни один раз что-то мне не понравилось как мне кабан бивнями бака почесал лечиться просто кушая чё это подорожник ел жевал такое себе может быть у нас кое-какие до сбережения есть а как можно вот по имени сортировать чтобы нам зелья попадались ну ясно ситости силы отразления мгновенного лечения что она делает готовится на столе травника снижает эффект отравления а почему она называется мгновенного лечения если она снимает только отравление она излечивает от смертельного яда то что я с разбойниками еще не встречался но я очкошник если у них отравленные стрелы я хочу себе такую штуку зелье насыщения пока не надо у нас похлебка есть вот это чё уже 75 до цена вот это зелье мгновенного исцеления она плюс 50 к здоровью дает а это зелье исцеления со временем восстанавливает определенное количество здоровья стоит одинаково плюс 2 единицы здоровья за 90 секунд да мне кажется вот так вот а мгновенное исцеление здесь еще плюс 20 плюс 50 разница то есть и для сравнения возьмем короче вот это количестве двух вот в принципе 500 флаконов куда-то начали размываться да а зелье здоровья че делает временно увеличивает базовый предел зелье веса то есть люди которые играют с конечным весом и не знаю мне неудобно сейчас объясню почему то есть для таких ребят есть на 240 секунд плюс 20 килограмм можно скрафтить выпить взять про запас это зелья и поехать куда-нибудь да в город продавать ну вроде как полезно до свидания камера так чё по карте то это что такое за область дневник история до бронеги на дар клянется что посылка с рожью уже отправлено странно что курьер уже должен был вернуться но что-то пошло не так может найду хоть какую-нибудь зацепку а в этой области нужно найти зацепку ну погнали с конечным весом не играю почему ну с ограничением веса если честно ребят я могу конечно переключить если кому-то просто будет интереснее смотреть но мне такой игровой опыт уже с первых версий игры если честно немножечко приелся потому что бесконечное перекладывание бревен камней веток туда-сюда это немножечко немножечко самую малость дохера удручаясь вот так вот если честно сказать можно конечно поменять можно я не против мы никуда не спешим более серии чет сейчас через день выходит можно сделать конечно почаще но в страну талион дом там обновление вышло или выходит или выйдет как я не знаю сейчас ролик выйдет вот эта пятая серия какого числа надо будет глянуть не хотелось бы как-то на два прохождения за параллель но не перенасыщать канал новыми роликами чтобы просто потом за собой же не гнаться а куда нам у нас там область какая-то или что но пошли по дороге пошли по дороге просто смотреть это травка такая это деревце растет по дороге будем и смотреть что там может это зацепки а какие зацепки подождите а мы же нашли телегу с пшеницей а он рожь вез от связано или не связано то что там телегу мы нашли разбитую с рожью и больше ничем с пшеницей то есть блин еще туман как мне кажется пелена великой какую как будто яркость кручена немножко новое место обитания зверей утки папа это чё такое это голубь до ворона ну-ка уже 47 стрел потихонечку до тает 42 метра до цели 16 перед вороны вот жанна да это телега мы же ее нашли и чё куда-то где-то что-то он пошел вот это чё такое это следы или что эта текстура текстуру чего-то и больше их нет вот или это может быть тень адак это тень и все гоняюсь за тенью а а может кровь там или что карта но что с ним могло произойти вот он по этой дороге шел из роль не ци не может он конечно дурачок шел через денег вам да тогда нам нужно где-то тут еще водопад же был да вот это наверное он и есть но если он через денег ушел нам еще на эту дорогу надо заглянуть ой блин квесты сыщика там камушек или что не видно пойдем короче до следующей дороги догуляем может быть там какие-то зацепки вот она да это же она 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 ну допустим я курьер везу рожь блин ну телега то там кабан барсук барсук барсука я видел да агрессивные заразы вот он идет курьер весь такой а вот телега но это даже близко не рожь это вот дубина камень железная руда камень камень ветки ну может быть он прихватил что-то еще подождите вот это чё такое кровь да да вряд ли вино и и куда вот а ты его видно его видно здорово буга он говорит нам помогите пожалуйста сильно ранен черт возьми ты истекаешь кровью на меня напали не уверен что выживу так ты рабочий на дара не так ли тот кто должен был доставить рожь в гастовию да все верно вот возьмите посылку если хотите только пожалуйста приведите помощь я уже в пути возьмите это это немного облегчит боль блин я чуть для тебя купил да мне не жалко бери конечно широколистный подорожник зелья мгновенного исцеления или стиль и исцеления болин я конечно знаю у всех нас здесь и было одно лекарство от всех бед это подорожник но вряд ли человеку который реально истекает кровью это поможет возьмем отделе мгновенного исцеления там же плюс 50 здоровья сразу бери репутация династии плюс 60 классно благодарю вас странник да ничего страшного я уже в пути постарайтесь сохранять нажим на ранее а может нам можно еще как-то подлечить его но он прям неважно выглядит что-то он не выпил зелье встал и пошел до играть в баскетбол как в одной песне буга к юга к юга ты не бугат их юга шрифт такое себе а по камень требуется кирка 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 неважно и и вот а вот как его еще можно не обязательно собирать но для этого надо купить ее вернитесь к надару ну погнали к надару чё видимо эти телеги короче никак не связаны вообще с происходящим здесь в квесте судя по всему это изначально на карте они спаунятся и никак они не связаны вообще но я я-то думал о это кто раз-два бум серьезно она упала ну зато стрелой и не побегу это лосиха ясно понятно ну пошли к надару чё у персонажа растут волосы с годами или нет для не так и остаются я уже и сам хочу переключиться обратно на ограниченный вес просто чтобы посмотреть ну бегать с рюкзаком я видел там схемах рюкзаки есть бегать с рюкзаком и кайфовать что у меня есть расширение вообще переносимого веса и потом же там питомцы к типа лошади или ослы и уже можно использовать как вьючных животных из принципе реализуемо играть с ограниченным весом только искренне не понимаю как кучу деревьев допустим перетаскивать бревен как вообще должна выглядеть тогда стройка и интересно ваше мнение вообще напишите в комментариях просто как вы я это себе вижу для постройки каменных деревьев каменных деревьев каменных домов вот этих самих стен и так далее там же камни нужно прям очень очень много прям нормальное такое количество и чё для каждой стены таскать эти камни или полностью опустошать инвентарь в ящик дома набирать значит полный инвентарь камней и пару молотков и только потом идти строить наш как-то слишком затягивает геймплей и если бы это было интересно и затягивание дата по моему это безумие да как пар краев в повторение одного и того же действия каждый раз в надежде на лучший результат не знаю пишите в комментариях чё вообще по этому поводу думаете где надар 30 метров уже вечереет на целый квест почти весь день ну-ка надар ты здорово здорово слушая по поводу ржи пришел я нашел вашего раненого на дороге на него напали ему нужна помощь я прошел весь маршрут туда и обратно и никого не нашел как ну вру низкой то мы не будем мы скажем правду о боже я должен отправить кого-нибудь как можно скорее ну я дал ему лекарства он выживет ты чё ну вообще было бы неплохо отправить помощь вы что там кровище было будьте здрасте огромное спасибо вам за помощь вы вызовите на себя доставку ржи а вы возьмете на себя доставку ржи я не знаю когда я бла-бла-бла я понял конечно не парься вы просто супер вот несколько монет за вашу помощь плюс к репутации или плюс к деньгам но деньги достать проще чем репутацию поэтому оставь это себе вашему работнику это нужно больше чем не вот такой россии мир у нас благородный и на дар говорит нам что мы настоящий герой желаю вам всего наилучшего и вам на дар репутация династии плюс 180 это просто кайф теперь у нас в управлении что население 3 а пищи тут показано сколько им нужно 60 вода 60 дерево ясно где репутация 358 а лимит построек по-прежнему 10 как было так и осталось а у меня аж 8 зданий два жилых дома лагеря для лесорубов два хранилища ну и все да принципе если бы лимит построек не был ограничен о не был подкручен в начале игры то тут было бы пять домов и не мастерскую не кузницу нельзя было бы построить но такое доставить до бронега ящик ржи а мы себе сейчас вы знаете можем позволить доехать до гастовии на извозчики как раз посмотрим сколько он вообще берет и сколько он услуги свои выполняет по времени день 4 20 10 а вот где можно дни то посмотреть и температура тут есть и наименование сезона и год вот это я слепой вот это до 20 10 день 4 запомнили извозчик здорово мне нужно в гастовию за 470 едить колотить 470 да мне пешком через свою деревню будет продуктивнее шиканем давай поехали в гастовию мы там что можем сделать только квест отдать до давай поехали ну а это просто ну загрузка экрана и все я думаю контин анимация прикольно что мы садимся как скайриме в начале нас везут на повозке сидя тесноватая мне кажется такс до бронега ящик ржи и я надеюсь выполнение этого квеста зачтется в третью главу доброе утро мои соседи дин там 27 метров да кстати 20 39 за 20 минут домчали здоровья не гост я к твоей жене но ты ничего не подумай до бронега с возвращением говорит нам до бронега кто заказал ой кто-то заказал доставку ржи это мы у нее должны спросить важным говорила что доставку заказывала из соседней деревни за глупый вопрос россии мир ты чё беспамятный ну давайте выберем реплику добронега нам отвечает дайте-ка свериться с моим списком вечная молодость мир во всем мире вымирание комарор рожь да ну держите моя прекрасная леди россии мир вы ведь знаете что флир с замужней женщиной оказывается плетью не так ли то я не это имел ввиду чё ты все слишком просто она типа шутка нула и спрашивают нас были ли трудности в дороге никто я должен был это сделать господи боже что с локализацией кто это делал нас спрашивают были трудности в дороге мы отвечаем никто я должен был это сделать ну что это такое немного но ничего такого с чем бы не справился такой опытный искатель приключений как я хвостануть может быть да ну какая-то добронега мутная не будем выпячивать свое эго до россии мир что же вы действительно похожи на того кого обожают неприятности вы только что назвали меня уродом чего что и кто писал эти реплики что с этим человеком не так их можно просто скипать и пересказывать вам что же было да 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 и принимаю ваши извинения 200 монет спасибо половину стоимости извозчика отбили вот ваша оплата завоеватель простого поручения ой короче береги себя до бронега идеи не знаю придумывая новые реплики я пошел от вас вы какие-то все тут странные глава четвертая нам открылась строить здание охотничий домик и охота на кабана или на лесу а тут вот или или и это важно поговорить с алвином еще блин я совсем забыл правильно можно сразу с ним поговорить чё там вообще сколько то есть этот может выполняться 6 лет нормально следующем сезоне извозчик куда ты можешь мне доставить никуда значит я по этим сумеркам пойду пешком до тех пор пока мне не придется вырубиться а до скольки я могу идти 2208 еще два часа смело можно тарабанить возможно я за это время и дойду ну-ка факел ничего себе освещение играет нормально мне нравится если мы факела расставим по деревне будет вообще топово что с прошлой графикой в прошлых патчах было красивенько миленько лампово но так оптимизация еще не было подтянута хорошо а здесь мне приятненько приятно глазу да так вот что-то с этим туманом не здоровая вот я щас таки снимаю у меня на моем мониторе все бледновато и оба захватывает нормально не знаю что за эффект такой но все равно потом цветокора добавлю чтобы вам было как-то ну приятнее чтобы краски играли надо сразу сходу спать ложится до следующего дня это получается у нас будет пятый день лето а всего в сезоне помощь 6 до что-то такое ставил по настройкам на факел не кончился нет нет не кончился что у нас в планах посмотрим что там водонос у нас вообще справляется нет она принесла второе ведро с водой за это время похлебки они не съели они две штучки съели девять из десяти то есть она по сути два ведра которые были она наполнила водой сейчас она абсолютно безработная и нечего делать а где она вообще есть час 7 утра или во сколько мы просыпаемся в 7 до а ну тут матриархат какой-то тут устроили до кудгарда кудгарда да господи язык сломаешь в трех местах ингвар мужик убирается мадам стоит смотрит точку а что там да вроде ничего обычная стена а если мы добавим сюда что-нибудь а мы ничего не можем сюда добавить трофей оленя блин стоит пятихатку эту схему дорого ох ничего себе сотку всего стоит вешалка вешалка стоит сотку ага и два бревна на нее надо а ну-ка сколько ты бревен натаскал 24 бревна берем дров у вас 84 отлично деревянная чаша 2 откуда здесь деревянная чаша 2 с похлебки у нее тоже есть ресурс там было 90 процентов каменный топор у тебя один остался но это вообще не беда сейчас мы тебе сделаем еще парочку вот нормально кладем это все внутрь заходим к себе домой нажимаем украсить вешалка вешалка пускай при входе я только вешалку могу сейчас купить да чё тут еще длинная полка или обычная полка 150 250 да и давайте обычную купим и построим прям сейчас и чё просто полка она вообще функционально она широкая нет она не широкая цветочный горшок а полку поставить нельзя а вешалку можно поставить на нее что-нибудь повесить можно украсить стена вешалка у нее никакого бара нет да нельзя ее открыть там повесить но это ничего страшного мы знаете как сделаем сейчас вот чему проверим пусто я же ее сейчас по сути разобрал да а ну-ка блин недостаточно бревен досок сейчас короче им вешалочку сюда сделаем стена вешалка возможно ее можно будет как-то украсить или взять в руки можно можно только бросить до одежду а вот если на семерочку нужно нажму нажму не назначится печаль беда печаль беда но я еще разберусь с этим декором интересно посмотреть вообще все возможности декорирование абсолютно все от освещения до трофеев полок и все такое потому что как мы могли обратить внимание внутри вот этих всех декор то появился вот тут на полках что-то стоит но она правда изначально стояла но посмотрим в общем какая-то пятая я уже запутался пятую серию думаю можно закончить получилось продуктивно выполнили квесты открыли сезон охоты добыли первое свое мясо мех кожу приготовили пищу продали флаконы у нас есть первый косарь ну как есть он был расточительно им распорядились но по крайней мере теперь понятно как и на следующие рецепты сделаю деньги в общем спасибо большое за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев и вас в новых прохождениях новых сериях всем спасибо за просмотр вкусного чая и добра